Итоги уже прошедших в этом году ЕГЭ подвели в Министерстве образования и науки. Там прошло совещание министра и представителей федеральной службы по надзору в сфере образования с директорами школ региона и общественными наблюдателями. Здесь же проработали план на ближайшую перспективу. Особый акцент был сделан на достигнутые успехи в области проведения прозрачного ЕГЭ. За последние годы в Ингушетии опечно-положительная динамика в этом направлении. Завтра выпускники сдают русский язык, собравшиеся адресовали несколько слов в напутствие. Еще раз нашим выпускникам, своим детям напомнить, что нельзя на пункты проносить ничего лишнего, кроме паспорта и авторучки. Никаких шпаргалок, никаких телефонов, потому что в каждой аудитории работают две видеокамеры. И есть еще организаторы в пункте и наблюдатели общественные. Все это будет видно, нам придется удалять. Но сегодня, в этом году, у нас удалено, в основном период ЕГЭ, у нас в этом году удалено два раза меньше, чем в прошлом году. А нарушение три раза меньше. То есть хороший темп качественного и объективной сдачи экзамена мы его набрали. Действительно, количество и меток, и мобильных телефонов, и шпаргалок, и попыток какой-то организации помощи участникам не санкционированы, конечно, этого в разы меньше. Такие факты еще есть. И вот завтра перед обязательным экзаменом, который у нас в стране начнется уже буквально через несколько часов на Дальнем Востоке, я хочу пожелать всем удачи, спокойствия.